Всем привет! Приветствует вас компания ProofColor и сегодня мы хотим познакомить более детально вас с брендом MasterLux. На прошлом уроке мы говорили вкратце о составных компонентах и так как работает MasterLux. Сегодня мы хотим представить всю фарбкарту по всем номерам, начиная от натуральной базы и заканчивая модными оттенками. Обратите внимание, мы в фарбкарте видим три натуральных базы. Это классический ряд, это с двумя нулями, которая более интенсивная и это теплая база. Натуральную базу мы используем для окрашивания седины, так как седина у нас не имеет пигмента, она достаточно плотная и нам необходимо более интенсивный краситель для того, чтобы проработать данные волосы. Поэтому мы имеем три натуральных базы. Натуральную базу мы используем не только при окрашивании седины, но и самостоятельно. Все зависит от того, какой выбор вы хотите сделать данного окрашивания. Классический натуральный ряд у нас есть с 12 ряда до 1 ряда. База у нас не имеет ведущего пигмента, она у нас нейтральная. То есть при выборе первой натуральной базы, если мы будем окрашивать на классический седьмой ряд с 6% окислителем, мы будем иметь то, что у нас есть в фарбкарте. Натуральный ряд, который имеется с двумя нулями, это ряд, который более интенсивный. Специально предназначенный для окрашивания белой стекловидной седины. Также мы можем с этими направлениями делать предпигментацию, если нам в этом есть необходимость. Ноль третий ряд. Ноль третий ряд у нас небольшой, но есть чего выбрать. Десять ноль три, девять ноль три, восемь ноль три и семь ноль три. Данное направление можно использовать как предварительное окрашивание седины. К примеру, если мы выбрали модный оттенок, и у нас есть очаговая седина на височных зонах, на периферийных зонах, что зачастую бывает, мы можем данными номерами работать предварительно. Также седина работает, как и в классических вариантах, с 6% окислителем. Мы можем работать и с 3% окислителем, и с 9%. Все зависит от того, что мы хотим получить в итоге. Если более размытое окрашивание седины, неплотное покрытие, мы можем использовать 9% окислитель на 10-9 уровне. Если мы хотим более плотное покрытие, мы окрашиваем на 6% окислитель. Если мы хотим более матовое покрытие, работаем с 3% окислителем. В Мастер-Люкс очень большой спектр того, что мы можем использовать любой вид окислителя при работе с такой проблемой, как седина. Обратите внимание, есть натуральный ряд, к сожалению, небольшой ассортимент, но есть еще натуральная база, которая имеет 0,7, то есть коричневое направление. Нам здесь повезло. Есть 12,07, то, что мы можем использовать его как модный оттенок. Ну а 8,07, 7,07, 6,07, которые мы видим на фарбкарте, эти тона используются как и для покрытия седины, когда мы хотим видеть красивый шоколад на седине, а не теплый, не рыжий, без красного направления. Здесь мы можем спокойно использовать 0,07. Теперь хочу познакомить вас с пепельными оттенками. Пепельных оттенков у нас очень много, так как у нас обладательницы холодных оттенков больше, и все хотят видеть только холодные оттенки при окрашивании. Хочу холодный двор, вот такой вот серый, серый без зеленого, серый без желтого, не грязный серый, хочу красивый пепельный оттенок. Спасибо МастерЛюксу за то, что разработали отличные номера для работы с пепельными оттенками. На фарбкарте мы можем их увидеть на верхнем ряду, обозначение у нас единица, это пепельный, и шестнадцатое направление. И в конце фарбкарты мы можем увидеть, это у нас 0,8 жемчужный и 81, это жемчужно-пепельные оттенки. Теперь хочу Вас познакомить с пепельными оттенками. Первый. Классический пепел. При окрашивании мы можем его использовать самостоятельно, мы можем использовать с 9 уровня как тонирование, только на низком проценте окислителя, для того, чтобы краситель сработал как полуперманентный, либо для корректировки в каком-то коктейле для окрашивания. Также мы используем шестнадцатое направление. Шестерочка в Мастер Люксе это фиолет, классический фиолет, он не теплый, он не красный, он классический фиолетовый. То есть, к примеру, даже если нам необходимо сделать коктейль в мойке, если мы делаем ванну цвета, мы можем спокойно нейтрализовать с точкой 6, делать коктейль для нейтрализации каких-то нежелаемых остатков после окрашивания. У нас, хочу сделать акцент, что у нас в Мастер Люксе, также помимо первого, шестнадцатого, есть шикарные номера 8, это жемчужный и 81. Они также используются в коктейле, также используются при тонировании, если нам это необходимо. После горячего окрашивания мы можем использовать данное направление. Например, если вы хотите, после деколоранта корневой зоны проработали мы предварительное осветление и потом сделали коктейль, например, 9-16, 9-8 и добавили, к примеру, 2 грамма 10-6 для корневой зоны, чтобы мы получили красивый тон. На трехпроцентном окислителе время воздействия у нас визуальный контроль. Если есть волосы достаточно тонкие и хватает пигмент очень быстро и на тонких волосах мы увидим это быстрее, то на толстых волосах нам нужно будет немножко подержать дольше. Трехпроцентный окислитель держится у нас, мы помним о том, что 25 минут, но на визуальном контроле мы можем его держать немножко дольше. Дальше хочу познакомить вас с ходовыми номерами, которые есть в мастер-люксе. Обратите внимание, несмотря на то, что у нас первая цифра после дроби идет тройка, это золото, а вторая жемчужная. Цветовой нюанс, но хочу сделать такой акцент на то, что когда мы работаем на тонирование, например, 838-938, мы получаем очень красивый золотисто-жемчужный оттенок. Он не теплый, когда он может не бросаться так в глаза, как обычно говорят наши обладательницы блонда, они говорят, что вот я желтая. То есть и когда ты показываешь фарбкарту, тебе говорят, что вот-вот хочу вот такой тон, но ты объясняешь, что это же теплый. А, да, это теплый, но я не хочу быть рыжей. Здесь нам очень повезло то, что мы при окрашивании, либо при тонировании мы будем иметь красивый золотисто-жемчужный оттенок. Он будет не ярко выражен золото и не будет холодный, кому, допустим, очень сильно холодный тон не идет. Но они хотят иметь что-то не совсем теплое и что-то не совсем холодное. То есть данное направление мы можем использовать как и для тонирования, и для окрашивания прямого нанесения. Акцент можно сделать на медные. Медные очень часто во многих брендах есть с красным оттенком. Здесь нам очень повезло. У нас четвертое направление, это классическая медь. Она без красного. При окрашивании, например, седьмой натуральной базы мы выбираем какое-то направление 8-4-7-4 для окрашивания. И при этом выбираем высокие проценты окислителя для того, чтобы не проявлялись ни красные оттенки, ни матово-желтые оттенки. Для того, чтобы получить яркий красивый оттенок, мы используем 6, либо 9% окислителя для того, чтобы молекула могла открыться для яркости цвета. Смешивание пропорций один к одному. Время воздействия зависит от выбора оксиданта. Поэтому здесь уже направление ваше. То есть вы уже смотрите, что бы вы хотели получить. Хотела бы сделать акцент на коричневые оттенки. Коричневые оттенки, достаточно тоже их много. Начиная с 75-го и заканчивая натуральной 0,7-й базой. Данные все номера у нас есть. Коричнево-холодный, например, такой как 71-й ряд. Более теплый ряд будет 73-й. Если клиент хотел бы, например, такое, как что-то каштановое направление, это будет 74-й и 75-й направление. Если мы хотим что-то коричневое с более холодным направлением, тогда наше направление это либо классический 6-7, либо, допустим, 7-71-6-71. То есть это будет вот это направление. Очень хорошо работает с сединой, несмотря на то, что даже если мы не используем натуральную базу. Вот этот ряд шикарно работает с сединой самостоятельно. Хочу сделать акцент на два новых красивых цвета, которые сейчас в тренде. Это 10-56 и 10-46. Обратите внимание, какие они. То есть, если мы окрашиваем с седьмого ряда, шикарно работает 10-56 и имеем мы легкий, красивый, нежный, красноватый оттенок, так как у нас есть пятерочка первая, но на выходе она имеет нежно-розовый оттенок. Для того, чтобы лучше откорректировать, допустим, фон осветления на седьмой базе, натуральной базе и получить 10-56, можно добавить 10-6. Опять же, мы должны определить, то есть у нас семерка классическая, либо у нас есть нюансы. 10-46. Красивый оттенок, который сейчас в тренде. На выходе мы имеем такой же цвет, как на форбкарте. Можно не бояться ним тонировать, получать более прозрачные тона с помощью нейтрального корректора, который у нас без аммиачного направления имеет хороший блеск. Мы с ним можем разбавлять тон, мы можем делать более прозрачные оттенки для тонирования. Аммиачный корректор. Это тот корректор, который дает поднятие дополнительного одного тона. При использовании, например, мы хотели бы работать с 10-8, 10-81, к примеру, да, 10-16. И мы имеем не совсем классическую седьмую натуральную базу. Она более направлена к шестому уровню. Мы хотели бы ее поднять, ну, 3,5-4 уровня, да. То есть 12-ти процентный окислитель мы можем использовать, но не хотелось бы, да, на седьмом уровне. Поэтому мы можем использовать аммиачный корректор с 10-м направлением. Максимум пропорции смешивания это один к одному. Так как без аммиачный, он будет давать нам более прозрачность, и аммиачный также он будет немного разбавлять тон. В 10-м ряду у нас имеется меньше пигмента, поэтому, чтобы его совсем не сделать прозрачным, мы можем на 30 грамм, к примеру, добавить 10 грамм корректор. Также на прошлом уроке мы делали акцент на то, что на заднем развороте паркарты у нас есть шикарная подсказка. Вот хочу продублировать ее второй раз. У нас окрашивание классического направления основных тонов и модных оттенков, как мы используем, с какими процентами оксиданта мы работаем. К примеру, 10 волюмов у нас окрашивает, то есть это 3-х процентный окислитель, окрашивает на 1 тон, тон в тон и на затемнение. То есть все зависит от того, какая толщина волосины у нас у клиента. 6-ти процентный окислитель, 20 волюмов, то есть мы поднимаем на 2 тона. В некоторых случаях мы окрашиваем в тон-тон. 9-ти процентный окислитель, 30 волюмов. Мы осветляем до 3-х тонов. На тонких волосах мы можем подняться на 3,5. Все зависит тоже от натуральной базы глубины тона. 12-ти процентный, 40 волюмов мы осветляем до 4-х тонов. Но если у нас очень тонкие волосы, мы можем осветлить до 5-ти тонов. Для окрашивания седых волос такая есть хорошая пометка. Это бывает такое взякое, что мы можем забыть что-то где-то, потому что куча наших клиентов, всех мы не можем помнить, что мы где как-то брали, потому что они меняют, то хочу это, хочу то. При окрашивании седины в разные погодные условия и так же самое в разные временные периоды есть нюансы при окрашивании седины. Поэтому здесь такая легкая подсказка у нас есть. Мы можем прочитать, вспомнить. Если мы записываем, то перелеснуть записную книжечку и посмотреть, как мы окрашивали клиента, но на всякий случай у нас всегда есть подсказка на заднем развороте. Спецблонды. Это 12-й ряд. Он достаточно большой, выбор шикарный. Мы можем выбирать любое направление, теплое, холодное, миксовать. Мы можем с 12-м рядом осветлять, потом тонировать. Мы можем делать зачистку каких-то пятен, например, с 12-0. Шикарно работает при чистке каких-то там полосы, если было очень длительный период, когда клиент не окрашивался в блонд, и мы имеем какие-то полоски, такие как зебра. Поэтому и мы их можем с помощью 12-го ряда зачищать. С высоким процентом оксиданта. Подсказка есть, как мы работаем с 12-м рядом. То есть мы смешиваем один к двум. Работает с 12-ти процентным оксидантом и 9-ти процентным оксидантом. То есть здесь уже непосредственно направление ваше. То есть как бы, как вы хотите. Ни в коем случае мы не используем 12-й ряд для тонирования. 12-й ряд не имеет столько пигмента, сколько бы нам нужно было его добавить после деколоранта, чтобы нейтрализовать и наполнить волосину. Поэтому 12-й ряд я бы не рекомендовала на тонирование. И не используем низкое содержание окислителя. Почему не используем? Потому что уровень PH не способный запустить наш процесс щелочного состава в красителе. Поэтому лучше этого не делать. Нюансы по глубине тона. Пастельное окрашивание. Мы можем обратить внимание, у нас тоже есть такая шикарная подсказка. Когда мы тонируем и краситель мы используем как полуперманентный. нанесение. Первичное нанесение, вторичное нанесение. Как мы окрашиваем корни, затем мы окрашиваем по всей длине. Дальше у нас есть шикарные микс-тона. С микс-тонами мы можем делать шикарные коктейли. Если, к примеру, вы сделали тонир, прошу прощения, сделали осветление деколорантом, сделали окрашивание. Но достаточно неплотно лег пигмент. То есть он где-то там более прозрачный. Где-то было холодно в помещении. Мы можем спокойно работать с микс-тонами. Работать также с низким содержанием окислителя. Окислителя у нас в мастер-люксе. Микс-тона все аммиачного направления. Поэтому они должны смешиваться с оксидантом. В разных пропорциях мы можем добиваться непосредственно путем эмульгирования в мойке. Каких-то определенных тонов. И нам не нужно ждать полчаса, сорок минут для того, чтобы нейтрализовать. Либо что-то получить холодного направления. Либо более натурального направления. Эти, конечно, нюансы мы все будем разбирать на больших семинарах. Формулы тоже будут даваться. Как мы работаем, к примеру, 0,66. Как добиться более пепельного оттенка для нейтрализации. К примеру, если мы хотим, мы осветлили, мы имеем 10,03. Как получить красивый тон с пепельным направлением. Это все уже более масштабно. Поэтому такие моменты мы обсуждаем на больших семинарах. А также хотела сделать такой акцент на то, что всегда есть вопросы на семинарах. Сколько и как добавлять микс-тона в краситель. Данная таблица у нас есть на заднем развороте. Спасибо разработчикам, что мы видим. И есть такая подсказка, потому что в каждом бренде свое направление микс-тонов. Поэтому спасибо огромное, что у нас есть вот такая вот подсказка. У нас есть глубина тона на 30 грамм красителя. Сколько сантиметров мы можем добавить, сколько это в граммах. И, соответственно, окислитель не забывайте добавлять в краситель. Если вы используете микс-тон, то на микс-тон мы тоже рассчитываем. Поэтому я рада, что мы можем общаться даже в таком плане, что мы видим фарб-карту. Мы можем посмотреть. Мы можем задать вопросы, если они есть, набрать непосредственно офис профколора. Дальше все вопросы более глобального, более тонкого направления. Это все на большом семинаре, когда закончится наш карантин. Мы будем рады вас видеть. Поэтому всем хорошего дня. Если есть вопросы, все набираем в компанию Профколор. И дальше мы ответим на ваши вопросы. Спасибо вам огромное. Спасибо.